Жизнь состоит из выборов. Выбор, который вы сделаете сегодня, имеет влияние на каждую сферу вашей жизни и формирует ваше будущее. Вы единственный, кто определяет уровень ваших отношений с Богом. Бог имеет большее желание приблизиться к вам, чем вы к Нему. Сделайте мудрый выбор, и в вашей жизни наступит процветание. Мы учимся на чужих ошибках, чтобы извлечь уроки для будущего поколения. Джон и Лиза Бивир доносят до нас истины, которые могут изменить как вашу жизнь, так и жизнь окружающих вас людей. Это послание является важным и действительно учит вас быть снаряженными для того, чтобы бросить вызов обстоятельствам, которым вы ежедневно противостоите. Присоединяйтесь к нам в передаче. Джона и Лиза Бивир. Добро пожаловать на передачу «Посланник». Мы с Лизой благодарны вам за то, что вы присоединились к нам. Мы начинаем, простите, продолжаем разбор второй части цикла передач под названием «Становясь другом Божьим». Это потрясающий цикл. Я зачитаю одно из моих любимых мест Писания, которое я цитировал на прошлой неделе. Это 138-й Псалом в английском переводе. Давид говорит, «Как драгоценны для меня помышления твои, Божии». В новом живом переводе Библии написано, «Как драгоценны для меня или по отношению ко мне помышления твои, Божии, как велико число их, стану ли исчислять их, они будут многочисленнее песка». Остановитесь и подумайте об этом. Давид говорит, что мысли Бога лично о нас. То есть в отношении нас. В отношении нас превосходят количество песчинок на всей нашей планете. Остановитесь и подумайте, сколько на ней песка. Подумайте о каждом пляже, о каждой пустыне, о каждой площадке для игры в гольф. И подобно этому, Божьих мыслей о нас не перечесть. Мы с Лизой женаты 22 года, и на протяжении этих лет я очень много думал о ней. Но если вы сложите вместе все мои мысли о ней, вы не наберете ей песочницы. Быть мужем у меня получается достаточно хорошо. Не думаю, что у тебя это так уж хорошо получается. Не думаю, что у меня это хорошо получается. Ладно. Песочница полна песка. Но как бы то ни было, Бог говорит, что его мысли численностью превышают все песчинки планеты. Думаю, этот отрывок означает, что кто-то очень много думает о ком-то, кого хочет хорошо узнать. Правильно. Или этот отрывок выражает чью-то заботу. Да, чью-то заботу. Раз Бог думает о вас так много, вы понимаете, насколько вы драгоценны для него самого? Думаю, нам действительно необходимо разобраться в том, кем мы являемся для Бога. Это важнее того, что вы можете для него сделать. Бог не ищет людей для того, чтобы они просто работали на него. Бог ищет людей, которые станут с ним одним целым и будут иметь с ним взаимоотношения. Джона не столько интересует то, как я могу убирать дом, сколько мое общение с ним. Он всего лишь хочет, чтобы можно было сесть, поговорить со мной и поделиться тем, что у него на сердце. Так же и Бог. Он хочет познать нас и быть познанным нами. Он хочет открыть себя лично нам. Я хотел бы поделиться с вами вот чем. Бог ценит вас. Если Он столько о вас думает, это значит, что вы Ему дороги. Никогда не забуду тот момент, когда Бог показал мне, насколько мы дороги Ему. Остановитесь и поразмышляйте над этим. В чем ваша ценность? Все в жизни имеет цену. Если же вы будете неразумным покупателем, вы заплатите за вещь больше, чем она стоит. Если вы разумный покупатель, вы заплатите за вещь столько, сколько она стоит, или даже меньше. Так какова же ваша личная ценность? В Библии сказано, что Иисус сделал следующее утверждение. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей навредит? Теперь подумайте о том, какова ценность всей этой планеты. Несколько лет назад сообщили, что мировой валовый продукт составил 35 триллионов долларов. Это уму непостижимо. Не миллиард, а триллион. Сюда также входят недвижимое имущество, бриллианты, драгоценные камни. Все это составляет сумму 35 триллионов долларов. Но Иисус говорит, если ты даже отдашь свою душу за 35 триллионов долларов, эта сделка будет невыгодной. Из этого я делаю вывод, что вы намного ценнее всех этих денег, богатства всей земли. Подумать только. Проститутки продают свои тела намного дешевле. Мужчины оставляют свои семьи за столь малую плату. Так какова же ваша ценность? Библия говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Бог отдал Иисуса, чтобы искупить нас от смерти. Вы погибали во грехе. Были обречены на вечное пребывание в аду. Бог не создавал вас для ада. Бог создал ад для дьявола и его ангелов. Но дьявол обольстил человека и увлекает его за собой в ад. Бог же говорит, я искуплю человека. Вам известно, что такое выкуп? Если кто-то крадет человека, то требует за него выкуп. Выкупом за вашу душу стала цена Иисуса Христа. Удивительная вещь. Ведь Бог не глуп. Он самая мудрая личность во всей вселенной. Поэтому Он разумный покупатель. Он никогда не отдаст чего-то, обладающего большей ценностью, за что-то менее дорогое. Из этого я делаю вывод, что если бы ваша стоимость была на цент меньше Иисусовой, Бог бы не послал Иисуса. Это означает, что в глазах Бога Отца вы так же драгоценны, как сам Иисус. И это подтверждается молитва Иисуса, которая записана в 17 главе Евангелия от Иоанна. Иисус сказал, «Отец, ты возлюбил их, как возлюбил меня». И это удивительно. Это трудно постичь, но тем не менее мысли за так воодушевлены этим посланием, ведь оно повествует о том, как стать другом Божьим. Если Бог так вас ценит, значит, Он хочет иметь с вами близкое общение. Итак, мы углубимся в это учение и немного поразмышляем над Ним по ходу этого послания. Моим первым городом был город Бразилия. Я вылетел туда из Северной Америки. Помню, прибыл в номер отеля и все после обеденное время молился за предстоящее в тот вечер собрания. За мной приехали на машине и повезли в то место, где должно было состояться собрание. Я помню, еще на расстоянии многих кварталов от аудитории, повсюду уже были припаркованы машины, и я начал испытывать волнение. Это была моя первая встреча с бразильцами. Помню, машина остановилась на стоянке. Зарезервированная автостоянка была забита автомобилями. Дверь машин открылась. Я вышел и услышал пение, исходящее из здания. Зрительный зал был огромен. Он вмещал тысячи людей. Здание было подобно нашему. Между потолком и внешней стеной в нем был сделан проем размером примерно полтора метра. Благодаря этому в здание могли проникать потоки воздуха. Вы понимаете, о чем я? Так проветриваются здания в той стране. Поэтому с улицы можно было слышать то, что происходило внутри. Я был так взволнован. Знаете, эти латиноамериканцы и умеют играть на музыкальных инструментах. Я хочу сказать, что они здорово исполняют музыку. Итак, я услышал звуки музыки и пришел в такое волнение. Меня ввели в здание и сразу же проводили на сцену. Хоть я и не понимал по-португальски, но позвольте сказать, я знал, что ребята у них хорошие. Да, все они народные музыканты и певцы. Входя внутрь, я задался вопросом, «Господи, где ты? Почему тебя здесь нет?» Представьте, зал переполнен. Музыка превосходна. Я взволнован. И тем не менее, там абсолютно нет Божьего присутствия. Вы знаете, что присутствие Божье бывает двух видов. В Библии говорится о двух видах Божьего присутствия. Под первым подразумевается вездесущность Бога. О ней Давид сказал, «От лица твоего куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там ты». Это присутствие Божье, выраженное в словах. «Не оставлю тебя и не покину тебя». Хорошо. Другой вид Божьего присутствия. Я к нему стремлюсь. К нему должны стремиться и вы. В Библии также говорится и о явном Божьем присутствии. Иисус говорит о нем в 14 главе Евангелии от Иоанна. Таково Божье присутствие. Слово «аявное» означает «делающее тайное и очевидным». Неслыханное и услышанным. Непознанное и опознанным. Это происходит, когда Бог открывает себя вашему разуму и чувствам. Об этом присутствии Моисей сказал в 33 главе книги «Исход». Вот что отделит нас от всех других народов земли. Твое присутствие. Вот почему после того, как Бог дал Моисею повеление, Моисей сказал следующие слова. Мне нравится это местописание. Бог предложил кое-что Моисею и ожидал, что Моисей откажется. Он сказал, «Моисей, ты пойдешь и введешь народ израильский в землю обетованную, и я пошлю ангела с тобой, но сам не пойду. Я рад, что он не сказал об этом израильскому народу, потому что если бы они вышли из Египта без Бога, то они бы вошли в обетованную землю с ангелом, а не с Богом». Но Моисей ответил Богу, «Если не пойдешь ты сам с нами, то не выводи нас отсюда. Откуда? Из пустыни, место лишения». Вы меня слышите? Моисей сказал, «Если бы мне пришлось выбирать то, я предпочел бы твое присутствие, а не обетование». Понимаете? Затем Моисей говорит Господу следующие слова. «Как же нам отделиться твоему народу и мне от всех людей земли? Что отделяет нас от них? Присутствие Божье». Слышите? Таково явное присутствие Бога. Итак, когда я вышел на сцену в тот вечер, этого присутствия там и не хватало. И я спросил Бога, «Господи, где ты?» Я спросил об этом Духа Святого, и вдруг мои глаза будто отверзлись. Я стал замечать, как ведут себя люди. Вот они восхваляют Бога. Стоят вот так, со скрещенными руками, и вот так смотрят. Я заметил других людей, которые сидели, положив руки в карманы, смотря вот таким образом. Я увидел, как другие люди перешептываются между собой. Кто-то шарит в своем кошельке, кто-то входит в зал, кто-то выходит из него, кто-то о чем-то договаривается. И все это на собрании верующих. Тогда я подумал, «Ладно, ситуация изменится, но она не менялась». Это происходило во время восхваления, затем во время поклонения. Так и продолжалось. Тогда один из докладчиков, простите, один из лидеров встал и начал зачитывать Писание. А я вижу, что люди продолжают вести себя так же, как и раньше. Они смотрят вниз, другие перешептываются во время прочтения Писания. Можно было даже услышать их бормотание. Поэтому к тому времени, как меня представили, я ужасно разозлился. Это было мое первое выступление в этой стране, и я так сильно разозлился. Помню, я вышел на сцену и уставился на зрителей. На протяжении 45 секунд я не говорил ни слова. Представьте, прекращается какое-то действие. Вот представили гостя, и все, что он делает, смотрит на зрителей. Такое привлечет внимание людей. Примерно через 45 секунд я вдруг понял, что каждое око в этом зале обращено на меня. Я посмотрел на людей, но я не сказал, «Здравствуйте, в Бразилии замечательно». У меня сегодня к вам два вопроса. Во-первых, вы разговариваете с кем-то, но все это время этот человек держит руки в своих карманах, смотрит на потолок, или его руки скрещены, и он смотрит вниз, или же шепчет что-то сидящему рядом человеку. Вы продолжите свой разговор? «Мне нужен ответ», – спросил я. Все люди ответили, «Нет». Если вы отправитесь к кому-то домой, и всякий раз, когда вы будете подходить к двери, ее будут открывать, говоря, «А, это снова ты, и дверь перед вами закроют. Вы придете туда снова?» Люди ответили, «Нет». Я сказал, «Я находился на сцене полтора часа и не почувствовал ни капли Божьего присутствия». Причина состоит в том, что Бог никогда не придет туда, где Ему не выказывают наибольшего почтения. Если бы ваш премьер-министр сегодня вышел на эту сцену, вы бы оказали ему в десять раз больше внимания, чем Духу Божьему. Если бы ваш величайший футболист, ваш национальный герой Пеле вышел на эту сцену, вы бы привстали со своих стульев, ловя каждое его слово. «Но сегодня здесь вы не выказывали уважение Духу Божьему, поэтому Божьего присутствия нет среди вас». И на протяжении следующих 75 минут я проповедовал о страхе Господнем. Напоминаю, это происходило на конференции верующих. Я сказал, «Все вы, присутствующие здесь, полагаете, что рождены свыше, но в вашей жизни не хватает страха Божьего. Вы хотите покаяться? Встаньте сейчас же». И 75% из тех нескольких тысяч присутствующих немедленно встали. Это было удивительно. Как только они встали, Божье присутствие наполнило зал впервые за почти три часа. Меня удивило то, что мы даже не молились. Все, что делали люди, это просто стояли, и Бог пришел. Люди по всему залу стали плакать. Я слышал их всхлипывания, видел тех, кто находился на первых рядах, видел, как по лицам мужчин и женщин текли слезы. Божье присутствие длилось от трех до четырех минут, а затем исчезло. И Дух Святой проговорил к моему сердцу, «Теперь помолись с ними». Я повел людей в молитву покаяния, и как только мы сказали «Аминь», по залу прошла еще одна волна Божьего присутствия. Теперь люди стали плакать во всем зале. Волна была сильнее. Я видел, как люди склонились вот так, рыдая. Это продолжалось три или четыре минуты, и присутствие Божье снова исчезло. Затем Дух Святой сказал мне, «Я приду еще раз». Он сказал это мне, и описать это явление я могу только такими словами. Поверьте мне, я не могу это выразить должным образом. Когда Дух Святой сказал, «Я приду еще раз», через 20 секунд произошло нечто, что я могу описать примерно так. Представьте, что вы стоите в конце взлетно-посадочной полосы, и прямо перед вами взлетает Боинг. Вот такой же сильный ветер подул в том здании. Когда это произошло, помню, мне стало холодно. Как еще можно это описать? Гусиная кожа покрыла и так уже гусиную кожу. Я так замерз, что не мог пошевелиться. Меня просто парализовало. Вдруг люди закричали, «Вообразите!» Тысячи латиноамериканцев закричали. Представьте, как это было громко. Но звук дуновения ветра был намного громче. Ветер дул примерно полторы минуты, и затем постепенно стих, и волной удалился из здания. Согбенные и поверженные на стуле люди рыдали, а я стоял на сцене в оцепенении, поскольку знал, что произошло. В этой ситуации не делаешь ничего неуместного или неправильного. Понимаете? Я был настолько охвачен этим чувством. Я сидел, и Господь будто бы разъяснил мне. Я закончил. Тогда я взглянул на лидера и сказал, «Теперь дело за вами». И вышел. Приятный парень. Меня проводили со сцены и усадили в машину. Спустя несколько секунд туда усадили весьма известную в Бразилии народную певицу и ее мужа. Она уселась в машине и спросила, «Вы слышали дуновение ветра?» Я не хотел ничего отвечать. «Возможно, это был самолет, пролетевший над зданием», сказал я. Женщина разозлилась. Она посмотрела на меня и сказала, «О чем вы говорите? Все здание было в огне. Я слышала, как дул ветер». Муж женщины успокоил ее и сказал, «Сэр, самолета не было». «Откуда вы знаете?» спросил я. «Потому что здание окружали полицейские охрана. Большая часть этих людей даже не спасены. Когда они услышали, как дует ветер, они послали внутрь других, удивляясь, что это за звук и что за сильный ветер, исходящий из зрительного зала». И этот мужчина добавил, «Более того, когда моя жена пела, я находился в комнате с резонатором. Стрелка измерительного прибора была примерно на нуле все то время, пока дул ветер. То есть наша звуковая система никак не отреагировала на этот звук». Я ответил, «Отвезите меня в отель прямо сейчас». Помню, что до половины второго утра я в поклонении Богу простоял на балконе отеля города Бразилия. «На следующее утро я пришел в церковь, и вы не поверите, какие там стали происходить чудеса исцеления и освобождения. И все благодаря тому, что люди пришли в благоговении перед Богом». Вы меня слышите? Два месяца назад я получил письмо от парня, находившегося в комнате с резонатором. На ломаном английском он писал, что прочитал книгу «Страх Господень», и что в тот момент он был там и познал и пережил это, находясь в той самой комнате с резонатором. Бог никогда не войдет туда, где ему не выказывают величайшего почтения. Имеется в виду, что когда наш президент приходит, чтобы сказать речь, людей учат, как им стоять, как аплодировать, как его принимать. Вы понимаете, о чем я говорю? Как ему оказывать честь? За два последних года я научился входить в Божье присутствие. Мне намного легче делать это в моей молитвенной комнате. Утром, когда я отправляюсь на площадку для гольфа, я часто выхожу из дома и размышляю о том, как прекрасен мой Небесный Отец. Я начинаю размышлять о Его великолепии, и вдруг ощущаю Его присутствие. И когда это произошло несколько раз, я спросил у Святого Духа, «Почему теперь это так легко? Раньше мне приходилось потрудиться для того, чтобы войти в Твое присутствие». И Святой Дух ответил мне, «Сын, чему научил Иисус своих учеников? Учая их молиться». И я стал пересказывать молитву Господню, «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Иисус, вот чему Ты учил своих учеников. Нельзя войти в Божье присутствие, не иначе, как с чем. С благоговением. Вы меня понимаете? Теперь давайте вместе со мной откроем книгу Левит. Десятую главу, второй стих. Книга Левит, десятая глава. Скажите «Аминь», если вы меня слышите. В книге Левит, десятой главе, с первого стиха написано, «Надав и авиут». Правда хорошо, что ваши родители не дали вам такие имена. Представьте, как в первом классе перечисляют имена учеников. «Надав и авиут, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли перед Господом огонь богохульный». Все скажите «Богохульный». Огонь. Пред Господа огонь богохульный, которого он не велел им. Теперь взгляните, пожалуйста, на меня. «Надав и авиут были сыновьями Аарона». В то время на земле только шесть человек были наделены властью входить в Божье присутствие. Знаете ли вы, что сегодня каждый человек, рожденный свыше, может войти в Божье присутствие путем новым и живым, который он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, которая окропила престол благодати. Так ведь? Сегодня этим правом наделен каждый из нас. Верно? В Библии сказано, что мы с уверенностью можем приступать к престолу благодати. Но в то время в Божье присутствие могли войти только шесть человек. Ими были Аарон, Моисей, четыре сына Аарона, которых звали, Илиазар, Имафар, Надав и Авиут. Понятно? Надав и Авиут вошли в присутствие Господа, принесли огонь богохульный. В некоторых переводах Библии написано «огонь чуждый», в некоторых «запрещенный», в некоторых «нечестивый». Но сегодня проповедую я, поэтому выслушайте мой перевод. Я просто немного шучу, но, честно говоря, слово «богохульный» подходит лучше всего. Позвольте мне дать определение слова «хулить». А теперь запишите. Слово «хулить» имеет следующее определение. «Хулить» означает обращаться с тем, что свято, как с чем-то обыкновенным. Словарь Вебстера определяет слово «богохульный» одним словом – «неуважительный». Теперь взгляните на меня, конечно же, после того, как сделаете запись. Два человека наделены властью входить в Божье присутствие, но они делают это неуважительно. Все скажите «неуважительно». И смотрите, что происходит, прочитайте второй стих. «И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним». Речь идет о мертвецах, которых закапывают в могилу и переносят в гробах. Вы меня понимаете? Это вполне серьезно, понимаете? Прочитайте третий стих. «И сказал Моисей Аарону». Кем Моисей приходился этим юношам? Дядей. Аарон. Отцом. Уловили, о чем здесь идет речь? «И сказал Моисей Аарону». Вот о чем говорил Господь. Теперь снова взгляните на меня. То, что я вам зачитаю, является вселенским и вечным постановлением. Что я имею в виду, говоря «вселенское и вечное»? Вселенское постановление означает, что оно применимо к каждому творению во Вселенной. «Вечное постановление означает, что так было и будет всегда». Это постановление никогда не переменится. Вы поняли? Таково вечное постановление. В переводе короля Якова сказано. «Приближающиеся ко мне». Все скажите, «Приближающиеся ко мне». Скажите, «Приблизьтесь к Богу». «Приближающиеся ко мне должны». Все скажите, «Должны». Там не написано, следует или было бы неплохо. Сколько из вас знают, что в Библии указаны вещи, которые следуют делать, и которые мы должны делать. Нужно быть внимательным, чтобы знать, что мы должны делать, и постоянно придерживаться этого. Понятно, Господь сказал, «Приближающиеся ко мне должны считать меня святым, и перед всеми я должен быть прославлен». Бог говорит, «Нельзя войти в мое присутствие без страха Божьего, без того, чтобы относиться ко мне с величайшим почтением». Слышите? Возможно, кто-то возразит, «Но, Джон, это ведь Ветхий Завет, а мы живем в Новом Завете». Позвольте мне рассказать вам о супружеской паре, жившей во времена Нового Завета. Они повествуются в пятой главе книги Деяний. Имя супругов Анани и Сапфира. Многие не понимают эту историю, потому что не читают предыдущую главу. Так ведь? Но обратите внимание, в начале пятой главы есть слово «же», то есть «но». Я написал несколько книг, и как автор кое-чему научился, и вот чему. Благодарение Богу за редакторов. Я научился тому, что не надо начинать новую главу со слова «же» или «но». И я никогда не начинал так главу. Мы должны помнить, что номера глав и стихов проставили в Библии переводчики. Верно? Вы не поймете пятую главу книги Деяний, пока не прочитаете четвертую. В конце четвертой главы написано, Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, Левит, родом кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам Петра. Позвольте заметить, если в те времена кто-то владел землей на Кипре, тот человек был весьма богат. Кто из вас знает, что у нас есть земельные участки в Малибу, в Сент-Джоне, во Флориде? И это замечательно. Один акр стоит около 4 или 5 миллионов. Три четверти акра земли будут стоить около 4 или 5 миллионов долларов. Вы понимаете, о чем я говорю? Примерно такой была стоимость участка на Кипре. Этот парень был левитом, верно? Обычно левиты были зажиточными людьми. И Варнава продает землю на Кипре и приносит деньги к ногам Петра. Правильно? Здесь мы остановимся, но на следующей неделе продолжим. Нам очень нравится делиться свидетельствами, поскольку, как я считаю, они созидают вашу веру. У Лизы есть одно свидетельство, которым она с вами поделится. Да, это действительно невероятно. Мы все время слышим об этом, и это служит типичным примером происходящего. Здесь говорится, церковь выпустила серию изданий под кровом Всевышнего и приманка сатаны, и они оказали на людей колоссальное влияние. Мне хотелось бы поделиться с вами одной мыслью. Будучи пастором, я уделяю значительное время работе с супружескими парами. У них в душе почти всегда есть корень непрощения. Я включила в свое служение издание «Приманка сатаны». Супружеская пара должна совместно изучать эту брошюру по одному разделу в неделю. И с тех пор, как я стала это использовать, мы стали получать удивительные результаты. У нас недостаточно времени, чтобы рассказать обо всем том, что совершил Бог. Но я расскажу об одной паре, в которой супруг был неверен. Но жена написала письмо своему мужу о том, что знает о его измене, но прощает его. И послужила той женщине, которой он увлекся, рассказав ей по телефону о Божьей любви к ней. Какое прощение! Жена простила не только мужа, но и женщину, с которой тот ей изменял. Так или иначе, жена простила ее, и это удивительно. Такое может произойти, когда понимаешь, что Бог единственный, кто может осветить всякую твою нужду и быть твоим другом. Вот вся суть. Евангелие Иисуса Христа изменяет жизни и исцеляет раны. Вот что сказал Иисус. «Дух Господен на мне. Он помазал меня исцелять сокрушенных сердцем. Нам выпала огромная честь и достоинство возвестить вам Слово Божье. Мы вас очень любим. Я очень вам благодарен и снова напоминаю вам. Пригласите своих друзей на просмотр следующей передачи. Потому что на ней мы проникнем в суть этого послания. Мы также просим вас присылать известие о том, как Бог коснулся вашей жизни и изменил ее посредством этой передачи. Пусть работники телевизионных станций, вещающих эту передачу, знают, как вы им признательны. Я обращаюсь к людям, живущим во всем мире, к нашим русскоязычным друзьям, к нашим австралийским друзьям, к нашим друзьям на Ближнем Востоке и во всей Европе, Северной Америке. Мы любим вас. Да благословит вас Бог. И до встречи на следующей неделе. Наша жизнь — это великое поручение, которое представлено в передаче «Посланник». Мы желаем, чтобы вы оставались с нами. Посетите наш веб-сайт по адресу, который вы видите на экране, и закажите информационный бюллетень. Он содержит периодические статьи, свидетельства, график поездок Джона и Элизи Бивер. Зайдите на наш сайт и получите бесплатный каталог, в котором содержатся исчерпывающие собрания книг, диалоговый курс обучения на DVD, CD, аудио и видеокассетах. Будьте частью того, чем занимается служением Мессенджер Интернешнл. Мы будем рады услышать ваше свидетельство, и если вы пожелаете сотрудничать с нами, пожалуйста, свяжитесь с нами. В Америке пишите в наш офис по адресу, указанному на экране. Наш адрес в Великобритании, и телефон вы также видите на экране. Адрес в Австралии также указан на экране. В Америке пишите в п.о. бокс 622 Ньюпорт, NP-198ZJ, Юнайтед Кингдом. Телефон 0870-745-5790. В Австралии пишите в п.о. бокс 6200 Дорал, Д.C., Нью-Соуэллс, 2158. Телефон 1-300-650-577. Каждый верующий в церкви может стать другом Бога. Мы представляем вам книгу, видеоматериал и личный журнал из серии «Приближаясь к Богу». Эти обширные ресурсы способны изменить вашу жизнь. Этот комплект не просто послание, но начало путешествия длиной в жизнь. Когда вы откроете этот замечательный комплект, первое, что вы обнаружите, это ваша личная копия в жестком переплете, приближаясь к жизни, исполненной близкими отношениями с Богом. Мы отправились в церковь Чикаго и провели там 12 получасовых уроков. Мы предлагаем вам приобрести 4 DVD с записью 12 уроков, включая специальный дополнительный материал. Вы также получите личный журнал, видео и краткий ежедневный материал по изучению книги с местом для собственных записей. Пишите, звоните или заказывайте по адресу, который вы видите на экране.